Американцы и НАТОвцы объявили нас врагом номер один. Врагом номер один объявлен также Компартия Китая, и Китай как крупнейшая держава мира. Их стратегия уже реализуется в полной мере. Они развязали настоящую войну на Братской Украине, продолжают ее насыщать оружие, отрабатывать цели, и ведут себя абсолютно провокационно. Но в настоящее время идет 20-й съезд Компартии Китая, а Россия и Китай выстраивают основы нового миропорядка. Я хочу, чтобы этот порядок прежде всего был демократическим, честным, мирным, дружным, и в это вносит огромный вклад Компартии Китая, которая исполнилась более 100 лет. Мы вместе с Компартией Китая в последние годы подписали договор, затем меморандум, и успешно его выполняем. Еще раз хочу поздравить моих китайских товарищей и друзей. Их СИЭС идет организованно, интересно, ярко, содержательно. Даже наша телевидение стало показывать это уникальное событие, которым должно гордиться человечество, ибо почти 2300 делегатов Компартии Китая, насчитывающие 100 миллионов, собрались и выстраивают будущее не только своей страны, но и своей планеты. Они опираются на идеи марксизма, ленинизма, на теорию Дамся Пина, на то, что удалось за последние 10 лет сделать Си Диньпиню. Он осуществил гениальный прорыв в будущее, не только разрабатывая теорию марксизма и ленинизма, но и показывая примеры, как решают совершенно конкретные вопросы. Я вчера на встрече с лидерами фракции и председателем Думы сказал, обратите внимание, почитайте, посмотрите, поучитесь. Там есть с чему учиться и есть, что взять с собой наследство. За 10 лет Китай, если раньше производил 7,5% мировой продукции, добился, 18,5% удвоил свой ВВП. За 10 лет Китай вывел из полной нищеты почти 850 миллионов человек. Это подвиг, за который Компартии Китая поставят самый славный памятник на любом суде истории. За 10 лет Компартия Китая обеспечила прорыв в новейших технологиях. Они только в этом году запустят почти 50 стартов ракетных. Все идут без боя, осваивают сегодня космическое пространство и создали свою уникальную станцию. За 10 лет Путин и Си Диньпинь встретились почти 40 раз. И первый визит Путина и договор был в Китае, где они подписали договор о тесном взаимодействии и сотрудничестве. А первый визит товарища Диньпинь в нашу страну был связан с его уникальным выступлением в ГИМО, где он обнародовал новую теорию. Теорию всеобщего, до всеобщей дружбы человечества, общей судьбы. Я должен сказать, что он эту гениальную идею затем активно продвигал в ООН, затем выступал на Большом вечере, посвященном 200-летию Карла Маркса. И сегодня в ходе доклада, а я в воскресенье внимательно послушал его двухчасовой доклад, где он подробно изложил все основные идеи. Но ключевой идеей был, прежде всего, научно-технический прогресс, забота о человеке, о народе. Народ – это центр и вопросы безопасности. 70 с лишним раз было повторено о том, что необходимо обеспечить мировую, общественную, национальную, государственную и личную безопасность. Я считаю, что те основы, которые заложил межгосударственный Путин, Синимпинь, должны быть поддержаны всячески и в том числе в Государственной Думе в ходе рассмотрения нашего очередного бюджета. К сожалению, тот бюджет, который принесет правительство Мишустина и Суланова, не отвечает современным вызовам. Не отвечает ни с точки зрения вхождения в пятерку самых развитых экономик мира, ни борьбы с бедностью, ни обеспечения развития страны и патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы сами подготовили бюджет развития, мы проанализировали все предложения, и в очередной четверг будут они опубликованы в «Правде Советской России» и размещены на нашем сайте. Я эти материалы разошлю президенту Совбезу, губернаторам и законодателям. Считаю, что наш бюджет развития, который мы подготовили, пробьет все дороги. Наши 12 законов, которые обеспечивают его наполнение, обязательно возьмут вверх. Наши предложения по заботе о гражданах, начиная от детей войны и кончая обеспечением горячими завтраками старшеклассникам, тоже пробьют все дороги. Самое удивительное, что вот только что состоялась встреча с министром внутренних дел, полтора часа, он тоже высказывал о том, что нужно повышать зарплату участковым и сотрудникам. Я с этим абсолютно согласен, потому что за жалкие гроши вам никто не обеспечит безопасность. И в этом отношении наша программа предлагает реальные решения. Но вдумайтесь сами, мы много раз отстаивали, что деньги, которые получили за нефть, газ, золото, алмазы, металлы, древесину, за наши природные ресурсы, должны быть направлены прежде всего на развитие. На 20 почти триллионов рублей каждый год 5 лет продавали наших ресурсов, ваших, ваших в том числе. И больше 8 триллионов мы в бюджете не видели. Опять Суланов притаскивает ту же самую лажу, что было ранее. Но деньги складывал кубышку. А эту кубышку американцы арестовали, и 350 миллиардов долларов застряли у них там. Более того, открываю прогноз СБ, оказывается, в этом году из страны еще выкачают 264 миллиарда долларов. Вот складывайте, 350 и 260. У вас 600 миллиардов долларов украли из страны под руководством Суланова и его команды. Объясните, откуда возьмутся деньги. Каким образом будем повышать зарплаты, пенсии, стипендии? Каким образом будем финансировать правоохранительную систему? И орут о том, что у них денег нет. У них денег больше, чем надо. Но они попадают в чужие карманы, они обслуживают чужие капиталы, они обслуживают войну национцев против нас. Это абсолютно ненормальная политика. Поэтому мы по-прежнему будем настаивать на реализации нашей программы новой индустриализации, наука будущего образования для всех, суперперспективные технологии, народные предприятия. Наши предложения связаны с опытом, который мы накопили и в Новосибирске, и на Орловщине, и в Хакасии, и в Ульяновской области. Это то, что обеспечивает человеку достойную и нормальную жизнь. И в этом отношении очень важно. Вчера мы учились у ленинско-сталинской модернизации. И опыт по-прежнему остается вершиной нашей государственности. Мы в советское время были самые умные, сильные, успешные и храбрые. Мы 30 лет подряд давали темпы около 14-15%. Китайцы те же 30 лет дали темпы 10%. Сегодня мы складываем потенциалы, мы закладываем основу будущего. И то выступление Путина на Дальнем Востоке, где он предложил реализовать 4 программы. Это программа развития Транссиба и БАМа. Через нее надо на Восток нам в ближайшее время перебросить почти 40 миллионов тонн грузов, которые не проходят в эти створы. Наш Севморпуть – развитие суперсовременной большой и малой авиации. Поэтому, складывая потенциалы с Китаем, мы можем обеспечить безопасность и свою, и можем обеспечить ту победу, которая крайне необходима нам в борьбе с нацизмом, бандерашиной в защите русского мира. А чтобы реализовать эту программу, необходима сплоченность общества. А для сплочения нужен новый курс, новая политика, новая идеология. Идеология государственности всегда базировалась на четырех опорах. Это сильная, исполнительная, умная, совестливая власть, которая руководится законом. Это справедливость в обществе, где заботится прежде всего о детях, женщинах и стариках. Это высокая духовность и культура, которой всегда славилась наша страна. И чувство коллективизма и сплоченности. Без этого не бывает побед. Поэтому я считаю, что наш бюджет и наша программа будут востребованы. Прошу вас активнее ее поддерживать.